Ребята, всем привет! Спешу себя поздравить с начавшимся отпуском. Вот уже третий день я отдыхаю. Ну, это как бы так сказать, отдыхаю. На самом деле я очень рад. Наконец-то я могу каждый день заниматься своим любимым делом. И я так думаю, за все то время, которое у меня отпущено отпуском, я постараюсь выполнить максимальное количество заказов, которых мне очень много в последнее время свалилось. Чему я несказанно рад. Видимо, мои работы нравятся. И это не может не радовать. И судя по комментариям, и по отзывам, и по всему остальному. Что меня очень сильно стимулирует. Ну, не буду долго держать пустой экран. Скажем так, сегодня не одна работа, а не две, а целых три работы. Вот, скажем так, одна первая будет яркая, а вторая под кодовым названием сочинение на вольную тему, что я очень люблю на самом деле, когда мне говорит заказчик, с рисунком делать что хочешь. И потом будет достаточно необычный нож. Кто-то из ребят, кто подписан на мой, как там это называется, инстаграм, уже видели этот нож. Из друзей я уже отсылал фотки, то есть все смотрели, всем понравилось. На самом деле с этим ножом моя дочка два дня бегала по квартире. Настолько ей он понравился. Ну, давайте приступим. Сначала начну с яркого. Яркая это у нас спайдерка. Это у нас спайдерка милитари. Пожелание заказчика было следующее. Вообще, как бы, предполагалось сделать на парамилитаре накладки. Но потом, в последний момент, заказчик передумал, к нему пришла милька, и он решил сделать накладки на милитари. Здесь следующее, что у нас использовано. Здесь у нас использован текстурированный G10. На самом деле, тот материал, который приходит ко мне, имеет текстуру намного злее, чем заводской, потому что заводскую я имел удовольствие держать в руках. И вот этот материал, вам скажу, ну, раза в два, если не в три, злее того, который выпускается с завода. Ручку я немножко сделал потолще. Буквально слегка. Ну, что не могло не сказаться положительно на хвате ножа. Затем темлячное отверстие увеличено. Под вид парамилитаре 2. Саму втулочку темлячного отверстия я... так, ну, скажем так, слегка полирнул. Да, бы она была еще более цивильной. Изнутри тоже постарался более-менее снять какой-то вот материал. Но туда не лезет ни один из моих войлоков. Поэтому просто наждачка прошелся. Нож. Нож это мой. Накладки сделаны по моему ножу. Уедут к заказчику только сами накладки. Также была просьба сделать из такого же материала спейсер. Спейсер я сделал по своей уже отработанной схеме. Спейсер сделан из G10. Такого же самого. Просверлено в нем просто отверстие. И нарезана резьба в G10. Держит намертво. Для тех, кто будет спрашивать, держит или не держит. Держит намертво. Также еще вот есть один момент. Из-за того, что материал здесь потолще, винты от клипсы, понятное дело, до лайнера не дотянулись. Поэтому здесь я тоже под винты сделал отверстие и нарезал резьбу в G10. Ребята, держат просто убийственно. Не хуже, чем в железяке. Ножичек. Так, ну что? Ну, конечно же, без этого никак. Фаски. Фаски вещь великая. Как же они нож преображают. Прямо вот, ну, сам балдею. Вот. Что касается вот этого ножа, по-моему, все. Так. Ну да, да. По этому ножу все. Я его пока убираю в сторонку. Пусть он здесь вот сбоку у меня полежит. Лишь бы не падал. Нет. Наверное, все-таки уберу его со стола. Так он и хочет упасть. Нож номер два. Сейчас я немножко протую тряпочкой. Потому что как-то мне один раз сказал один мой подписчик. Теперь уже очень хороший знакомый. Что самое главное, когда снимаешь видео или делаешь фотографии, самое главное, чтобы клинок был чистым. Тогда все будет супер. Так. Сейчас камера должна навестись. Это у нас Ontario Red One. Накладки были сделаны для знакомого, всем известного ютюбера Олега Детекнира. Накладки сделаны из материала G10, Jody Ghost. То есть, как нас любят ребята называть, Гост. Ну пусть будет Гост, ничего страшного. Но, по-моему, это больше похоже на призрака. Немножко много света, что ли, понять не могу. Сейчас попробую один из тазиков. Вот так отодвинуть, чтобы тень побольше была. Так, так, так. Да, вот. Теперь более-менее понятно. Вот это называется работа на тему. Делай, что хочешь с рисунком, что я очень люблю. Здесь я сделал пропилы шарошечкой с наждачкой крупным, то есть диаметром. А сверху я сделал встречный более мелким диаметром. Получилась такая полу-елочка, полу... Ну, очень интересный, на мой взгляд, такой своеобразный рисунок. Не наминает, но в то же время очень здорово держится. Рука. Так. Как будто сейчас постараюсь показать. На самом деле, материал практически прозрачный. Вот здесь, где я сделал выборку под лайнер. Чтобы вот, когда он в замочек заходил, прятался. Здесь у нас практически просвечивает. Также вот, сейчас не видно немного, конечно. Мне вот видно, вам, наверное, не... А, нет, вот видно тоже. Винтики просвечивают. Поставил специально полированные. Хотя и черненькие тоже будут смотреться очень даже ого-го. Так. Вот такая вот крыска. Так, единственное, я хотел бы уточнить. Вот, где-то потерялась запись. Нужно ли отверстие под темляк? И на какую сторону ставить клипсу? Не знаю, попробую, конечно, сам найти. Но просто настолько много почты, что я даже теряюсь. Олег, или ты, если помнишь, я знаю, ты будешь смотреть видео, подскажи, пожалуйста, где должна быть клипса? И нужно ли отверстие под темляк? Просто потерялась запись. К сожалению. Это сделать, это секунда практически. Это несложно. Основное все сделано. Подконочка. Лайнеры все четко. Накладочки подогнаны. Потаим. Так. Вот, винтик прямо в тютельку. В тютельку все винтики стоят. Никаких проблем, ничего нету. Все отлично. Так. Сейчас еще немножечко отъеду. Так. Ну, и все, наверное, с крыской. С крыской все. Теперь поставим обратно свет, где он был. Кстати, света стало намного больше, после того, как я купил в магазине вот такой вот скотч. Фольгированный. И изнутри тазики обклеивают этим вот скотчем. Света стало гораздо больше. Так, сейчас еще раз протру этот нож. Последний на сегодня. Он заслуживает особого внимания. Так как этот нож очень понравился моей дочери. И также заказчик уже получил фотографии этого ножа. И тоже остался очень доволен. Александр, тебе большой привет. Я очень рад, что смог угодить. Исполняю этот нож. Так, это у нас бенчмейт Осборн Контега. Бенчмейт 810-й. Со сталью CPM M4. Здесь на этом ноже были применены комбинации материалов. Белые тоненькие лайнеры были сделаны совместно с фиолетовым G10. И на фиолетовый G10 я нанес такой не совсем, как обычно, энце, а такой более плоский энце, чтобы вот эти вот края также были закруглены. Потому что была очень большая просьба сделать так, чтобы белый по контуру везде был виден. Так, сейчас пусть пока ножик полежит. Я сейчас сбегаю еще за одним Контега. Чтобы совсем забыл подготовить. Сейчас, секундочку, буквально. Сейчас объясню, в чем дело. Извиняюсь, что пришлось отойти. Совсем забыл подготовить второй нож. Вот у нас стандартный Контега. Это уже Контега моей работы. Объясню, в чем прикол. Так. Вот. Смотрим на рукояти. Как бы сейчас это лучше сделать? Может быть, вот так. Да, вот так он будет лучше всего. Вот этот выступ был убран мною по просьбе заказчика. То есть, я его скруглил. Потому что, на самом деле и у меня тоже как бы вот этот вот выступ очень злой. Во-первых. Во-вторых, он не совсем попадает мне на пальцы. Затем было убрано вот это вот зазубрино. Тоже скруглено. И вот эти вот выступы были спрятаны под лайнеры. Точнее, под лайнеры, а под накладки. И они уже не так сильно выступают. И я их немножечко буквально снес. Чтобы они не были такими злыми. Также здесь поверху то же самое. То есть, сейчас на данный момент вот этот вот нож. Так, ну, в принципе, больше показывать. Ну, еще плюс ко всему прочему отполировал я лайнеры. Отполировал все винтики. Осевой замочек. Эти винты и лайнеры отполированы. Боночки. Упорная втулка. Также сам спейсер. Бэкспейсер. Клипсы отполированы. Винтики. Все, 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 все. Полностью отполировано. Ну, и как бы на таком вот ноже и сочетании цветов это смотрится, на мой взгляд, очень здорово. Получился вот такой вот неоднозначный. ну, в то же время уже и не такой злой бенчик, как это было раньше. То есть, вот, глядя на этот черный, он такой более агрессивный, злючий, цепляется, там, колется и так далее. А, ну, еще, плюс ко всему, он стал немножко потолще и поухватистее. Так, ну, все, заводской, я уже убираю. Всем понятно, что произошло. Также хочу сказать, по ходу клинка, Саша, ну, сами видите, оп, что нравится мне на контегу, он очень легко регулируется. Ход просто чумовой. На самом деле, нож практически в лежачем положении, я его буквально чуть-чуть наклоняю и он складывается в дом. Единственное, что я не смог, это вот центровать клинок. Он очень близко к лайнерам. Я и так и всяк пытался. И причем вот эти косяки по центровке. Сейчас я вот покажу. Вот так вот выглядит заводской. Я его еще не трогал, вот он пришел с завода и даже не знаю, что с ним делать. В принципе, он и зажатый, и лайнеры все на месте, все на месте. Но вот есть такой вот косяк. Центровка клинка достаточно проблематичная. Тем не менее, клинок не цепляется за лайнер. Все отлично. И ход, ход у клинка просто вообще просто нет слов. Сам с ним обалдею. Причем одним пальцем. ну вот и все, в принципе, ребята. На этом показ закончен. вот такие вот у меня ножи сегодня. Ну и, конечно же, миля. Миля самая высокая у нас. Давайте поменяем. Пусть лежат вот так. Так. миля. Потом контега и крыска. Вот такая вот троица. Все, завтра снова работа. Завтра сейчас еще надо бежать обработать видео. Надеюсь, эта работа вам понравилась. Делайте заказы в моем ножевом ателье. На самом деле, сейчас я буду показывать очень интересные работы. Так получилось, что самую вкуснятину я оставил на отпуск. Так или намеренно получилось, или не очень. Но действительно предстоят очень интересные работы. Даже могу сказать немного там есть у меня эндуро, будет камикадзе называться проект. Потом увидите почему. Потом затем будет парамилитери два белого цвета. Только с восточными рисунками, с какой-то восточной тематикой. Может быть будут какие-то как господи называются арабский шрифт какой-то нанесен. Потом еще очень интересных много работ в карбоне, в кирините много работ. Также будет сделан файл файлворк. Это будет сделано на крысе, на которую я делал накладки зеленого киринита. Заказчику очень понравилось, захотел продолжить тему и решил сделать файлворк на лезвие и на лайнеры этой крыски. И также еще много-много-много-много чего интересного. На самом деле сейчас достаточно большая кучка заказов собралась и я думаю их все осилить за отпуск. Ну хотя бы немножко раскидаться. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока. Пока.